МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сколько ни придумывай, что приготовить на завтрак, каша, пожалуй, будет самым оптимальным вариантом. Это питательное, полезное, сбалансированное и, главное, вкусное блюдо. А благодаря богатому выбору всевозможных круп этот вариант никогда не наскучит. Главное – готовить со вкусом. Предлагаю узнать, как делаются крупы и как выбрать качественную. Мы берем с детьми обычные пядзелаков. Гречневая, рисовая обязательно. Как бы в рационе у нас есть она. А как вы сможете качествовать? Ну, я смотрю на упаковку. Если она чистая, то обязательно беру. Даже несмотря на цену. А срок годности? Вот, честно говоря, не особо всегда обращала внимание. Какую крупу вы покупаете? Я сейчас купила в этом магазине перловую крупу, пшеничную и пшеничные зародыши. Мне очень нравятся пшеничные зародыши Чебоксарского элеватора. Я люблю, все-таки поддерживаю, как покупатель всех местных своих производителей. И молоко местных производителей покупаю, и колбасы в Урнарском мясокомбинате покупаю. Стараюсь все местные покупать, потому что я доверяю местных своих товаропроизводителей. На этот внешний вид, чтобы не зараженные были клещами, как их называют, жучками. И чтобы моли не было, вот этих белых червей. Только вот так. На внешний вид только. А так как качество определим мы в домашних условиях, это невозможно, наверное. Только вкус. Нравится мне и все. Я стараюсь выбирать по крупу наших производителей, чуварских производителей. Чтобы она была хорошего качества и надлежащего вида. А как определяете качество продукции? На внешний вид. Чтобы было чисто, вид был красивый. Как по этим качествам. Ну, зерна, наверное, какие-то цельные. И стараюсь брать высших сортов крупу. А срок годности смотрите? Да, обязательно. И детей в своих пути, чтобы самое главное смотрели сроки заготовления. Крупу покупаю здесь в этом магазине. Рис, гречку, феничную и это манная. А как вот вы набираете крупу? Крупу я выбираю свою местную, чувавскую, которая очищена. Чистые в пакетиках покупаю. Я в пакетах выбираю, потому что они очищены. Там это мусор, ну, не как мусор, а как эти черные, ксорнички нету. Чистые они. Каждый раз, когда покупаю, срок годности это смотрю. Конечно, на первый взгляд определить, качественная крупа или нет, сложно. Купатели могут отследить продукт уже в магазине. И здесь все зависит от торгового предприятия. По внешнему виду, по цвету принимаем. Если некачественные, сразу при приемке назад отправляем. Бывает, например, пищу прогоркает, сразу цвет меняется. Крупы. Иногда бывают посторонние примеси по внешнему виду. Вот такие крупы мы назад отправляем. Мы сразу при приемке смотрим дату выработки, когда фасовали. Если не соответствует, сразу назад отправляем. Основными показателями качества для всех круп являются цвет, запах, вкус, влажность, наличие посторонних примесей. Особо проверяется количество дробленого ядра, крупность и зараженность вредителями. Так уже на этапе закупки зерна предприятие, которое производит крупу, проверяет сырье на органолептические и физико-химические показатели. Во-первых, мы закупаем зерно у хозяйств, которые уже имеют на момент сдачи этого зерна декларации о соответствии. То есть предварительно партии этого зерна были проверены в специализированных лабораториях по ряду показателей, по физико-химическим, по органолептическим, на наличие генномодифицированных объектов, так называемое ГМО. Кроме того, специалисты нашей лаборатории каждую единицу транспорта, то есть каждую машину, также проверяют, отбирают образцы и проводят лабораторные анализы. Зерно, из которого производят крупу, на производственную базу продовольственного фонда привозят круглый год, а значит и проверка проводится регулярно. Первое, что беспокоит сотрудников лаборатории – наличие вредителей. С помощью специального сита просеивают зерно. На выходе получается осадок, в котором могут быть насекомые. Если в зерне обнаружены вредители, такая партия отправится обратно в хозяйство. Самые опасные для будущей крупы насекомые – амбарный долгоносик, хлебный точильщик и моль. Из-за них крупа становится непригодной для питания. Такая партия не допускается на хранение и на переработку она не пойдет. В данном образце вредных насекомых не обнаружено. Затем проверяют влажность. Этот показатель влияет на питательную ценность крупы и является определяющим фактором при хранении. Для проверки берутся пробы с разных горизонтов, а зерно мелится в мельнице и отправляется в печь. Проверка длится 10 минут, и в этом образце влажность более 14%. Значит, зерно хранится в нормальных условиях, и дополнительная сушка ему уже не нужна. Проверенные пробы хранятся около месяца. Важна и гигиеническая оценка. Ее проводят специальные органы или лаборатории. Они исследуют крупы на наличии радионуклидов и микотоксинов. Если у потребителей есть сомнения в качестве, то можно обратиться в любую лабораторию. Другие качества крупы – вкус и цвет – проверяются в процессе варки. Доброгачественная крупа имеет обычно пресный или слегка сладковатый вкус. Качество зависит от сорта крупы. По внешним признакам обязательно надо смотреть крупу. По форме, размеру, окраске крупинок. От сорта. Сорт определяется после основания анализа. Сорт зависит от частоты содержания сорной примеси, содержания испорченного битого ядра. Кроме того, деление крупы на сорта осуществляется по показателям его пищевой ценности и кулинарных качеств. Внешний вид крупы позволяет решить вопрос о степени обработки. Хорошо обработанные крупинки, как правило, округлой формы, с гладкой, блестящей поверхностью. Крупа должна быть однородной по размеру. Стандартом ограничено количество расколотых крупинок. И не должны содержать примеси, естественно, сор, нешелушенных и неиспорченных зерен. Процесс обработки кулинарных – это кулинарные свойства уже крупы, так называемые. Поэтому их, конечно, включает она кулинарный способ, включает продолжительность варки, увеличение массы, объема, вкус, запах, консистенции при варке. Крупа – важный продукт с незапамятных времен. Сегодня на полках магазинов можно найти самые разнообразные крупы – гречку, перловку, манку, ячневую. В Чувашии, кстати, выпускают и самую полезную – полбеную. Из-за высокой питательной ценности ее еще называют черной икрой среди круп. А еще полба нормализует работу желудочно-кишечного тракта. В ее составе сложные углеводы, а пищевые волокна способствуют снижению холестерина и регулируют баланс жирных кислот. Впрочем, остальные крупы тоже имеют в своем составе полезные вещества. Углеводы должны содержаться обязательно. Они тоже свидетельствуют о степени обработки качества сырья. Жиры. Жиры и витамины, так называемые, они, конечно, в небольших количествах содержатся в крупяных изделиях. В основном находятся они в виде комплексов к соединению. А витамины в небольших количествах также присутствуют. Но содержание витаминов в крупах, оно значительно снижается при длительном хранении крупяных изделий. Разные крупы, конечно, содержат различные витамины группы В1, В2, ПП, картиноиды витамины группы А. И также содержат токоферолы, токоферолы, это витамины группы Е. Исследования показывают, что крупы – одна из самых благополучных категорий продуктов. Замечания у экспертов вызывают лишь 20% товара. И в основном они связаны со свежестью круп и качеством зерна. Нарушения, связанные с потенциальным вредом для здоровья, не выявлены. И это еще один повод приготовить себе кашу на завтрак. Подробную информацию о получении поддержки для начинающих и развивающихся предпринимателей можно узнать, посетив центр «Мой бизнес». Сайт mb21.ru. Консультация бесплатна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова